Ну, я хотел бы сказать, представить Ермоленовича Смирнова. Это замечательный писатель, журналист, человек-энциклопедист, буквально, значит, где-то уже 40 лет назад он написал книгу о нашем земледелии Дмитрия Ивановича Нигелеева, ЖЗЭЛ. До сих пор считается лучшей его книга. И мы с ним сделали совершенно замечательный двухцовник, философское наследие Дмитрия Ивановича Нигелеева. После этого я получал из московских университетов такие письма, что как-то вам удалось совершенно малоизвестных работ Нигелеева и совершенно неизвестных работ составить такой уникальный совершенно сборник. И поэтому, значит, Ермолен Владимирович Смирнов, наша дружба тоже два десятка лет продолжается, и думаю, будем дружить и дальше. Искренне благодарим вас, и вы будете поклон, и вам благодарственное послание. Спасибо. А, значит, для музея усадьбы Боблова, усадьбы Дмитрия Ивановича Нигелеева, я хочу подарить медаль музею, поскольку мы тоже давно дружим, и даже как-то, значит, там из Тобольска, я отправлял кедр, сегодня он там растет уже, полный рост, значит, Деева, Тобольская, там, значит, писатель Боблова, которая восстанавливается тоже буквально из кипелища, вот нашими музейщиками, значит, лучше энтузиастами такого своего дела. Я вам дарю эту медаль, значит, и хотел бы сказать два слова, что буквально два слова, значит, у нас, это 62-я медаль в коллекции, которую делает фонд, коллекция называется «Славинград Тобольск». Как бы такая своеобразная песка почета, вот, город Тобольск, вот, высокомедалерном искусстве. Так что, вот, Николай Александрович, привет нашей тоже доброй, знакомой директору вашей мысльнице, Ивану Михайловне, и, значит, будем приезжать к Тобольску. Спасибо. Друзья мои, после войны Сталин собрал своих соратников и, стоя перед каждой мира, давал оценки разным странам после Второй мировой войны. И когда он зашел до Западной Европы, он махнул рукой и сказал, а это мелкая разменная монета. И меня эта мысль страшно поразила, и я много размышлял на эту тему. И мне пришла была такая мысль, смотрите-ка, мы действительно отличаемся от Европы. У Франции на восточной границе Германия, у Германии Польша, у Польши Белоруссия, у Белоруссии Россия. А у России за спиной Сибирь. И такого государства больше в мире нет. И то, что делает Аркадий, это величайшее дело для нашей страны. Я считаю, что то, что он сделал и делает, это залог нашему будущему. Спасибо. Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине исходят, и взойдут они, как звезды ясные в ночи. Любойся и молчи, и жить в самом себе умеет. Есть целый мир в душе твоей, таинственный волшебный вкус. Дум, их заглушит наружный шум. Дневные ошлепят лучи, принимай их пение и молчи. Любимое стихотворение Дмитрия Ивановича Менделеева, от которого он начнет. Черт, извините, что пару слов я тут нарусил. Дмитрий Иванович, спасибо. Полиграфия, потому что мы печатали всегда наше первое издание, наверное, лет 5 или 10 или 7, в Вероне, в Италии. Но потом мы наконец нашли в России соответствующую Италии полиграфическую базу и начали сотрудничать с Людмилой Михайловной Снегенко. И сделали тоже немало совершенно уникальных книг. Но я потом уже позднее с Александром Викторовичем, ее сыном, познакомился. И, значит, вот сейчас мы плотно сотрудничаем. Это действительно вот как дар судьбы найти вот таких помощников в плане полиграфического исполнения наших шедевров. И вот Василий Евгеньевич даже мне говорил, что Снегенко надо особо там подчеркнуть его вклад вот по Евангелии Достоевского, которое мы полтора года назад презентовали. Лидия Сталович, награждай, пожалуйста. Я хочу сказать, что для нас это большая честь и большой подарок судьбы – работать с фондом, в котором удивительные люди и удивительная способность собирать вокруг себя настоящих, высокодуховных людей. Поэтому спасибо Вам большое. И я думаю, что мы будем и прежде, и в дальнейшем делать все, что от нас зависит, чтобы фонд процветал. И чтобы процветала Россия, наша культура. Спасибо. 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 Нам посчастливилось работать с фондом и заниматься выпуском таких уникальных созданий. Это очень большое счастье. И, как вы видите, это подарок судьбы. Мы постоянно удивляемся колоссальной работе, которая проводится фондом с вами лично, по подготовке этих изданий к пропулиозному, тщательному, основательному. А мы, соответственно, наша задача – вести это до логического завершения и сделать так, чтобы это издание действительно радовало читателя. И мы желаем вам долгих лет сил, здоровья реализовывать ваши необыкновенные идеи, замыслы и долгих лет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нещник Микола of the翻 иее сплавен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИГРОГУ что замечательный Менделеевый пюс сделал, но еще и пюс Шейнер. Михаил Александрович, давай, дорогой, побыстрее. Давай, будем заканчивать. Замечательный пюс. Спасибо, дорогой. Ну и, значит, я уже говорил, что Замечательный пюс. Много лет, или десятилетий дружба, значит, это тоже очень мощное дружеское плечо, и человек политического совета, и, значит, ну, трудно, чтобы вы перечислили все наши маленькие и большие победы, которые вы совместно сделали. Но времени нет. Надо передавать слово вам. Я искренне благодарю вас. Поздравляю и благодарственное послание. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Я тогда сразу перейду в церемонию нашей премии. Премия, это учреди дна, премия имени Лискова, премия словеско-издущая дни за лучший художественный перевод с разделением русской литературы на русские языки. Я бы сюда хотел пригласить премию, это учреди дна по нашему союзу писательской России. Я бы хотел сюда пригласить Геннадий Иванова, Федор Сухарин, правление союза писательской России. И председателя жюри премии, секретаря правления союза писательской России. АПЛОДИСМЕНТЫ Родители, друзья, прежде всего я хочу выразить необыкновенные какие-то чувства всей с юбилеем этого фонда. Вы знаете, два раза в последнее время испытывал какой-то трепет. Это когда был в звездном городке, вот совсем недавно, перед космонавтами, так сказать, пришлось общаться с ними, читать стихи. И сегодня второй раз есть этот трепет. Дорогой Аркадий Григорьевич, Аркадий Григорьевич, союз писатель России с вами. Мы поручу будем. Дорогие друзья, я хочу объявить церемонию учения в Российской литературе к премии Николасимова Чебескова «Террорные страны» и премии за мучшие художественные переводы в совместной «Совещей литературе» открыт. Буду предельно кратко. Премия «Террорные страны» включается в этом году восьмой раз. И за минувшее время «Аллея славы» премии «Сереновый гений Николасимович Киско» прошло немало известных, знаменитых российских писателей. Вот лишь некоторые имена. Александр Параханов, Станислав Куняев, Владимир Бондаренко, Магомед Ахметов, Владимир Костолов, Иврик Поляков, Валерий Гарничев и многие другие. И вот «Аллея славы» сегодня ждет рождения новых павриатов. От имени жюри я говорю, что мы выбирали Александра Костоловича. И первое я хочу назвать имя замечательного современного писателя Сергея Ширгунова. Скажу несколько слов о его лавиатской книге. Писать воспоминания для того, чтобы они понравились читателям, чтобы смогли увлечь, весьма не просто. Нужно, наверное, проявить предельную искренность, смелость, писать без оглядки на то, так посмотрят и что скажут. И плюс все это должно быть подножено на талант и мастерство. Если говорить о Сергеях Ширгунове, то все это присутствует в его должной степени. Его река, память, прозрачная, чистая. Если следовать за автором ее глубины, то вдруг видишь вокруг себя мелькает столетия 17-е, 19-е, 21-е, как наматывается на мою историю расстояния Москва, Урал, Сибирь, Дальний Восток и ты следишь с удивлением за первооткрывателем и исследователем Арктики Русанова, ты исследуешь изгибель судьбы Братьев Герасимов, с умилением слушаешь сказания о Серебряном Рождестве, а язык прозрачен, чист, как пустальный родник. За такую речь не жалко отдать любую премию, поскольку у нас лишь одна премия с Бласиной Чудесковой, мы выречаем диплом это премия. Сергей Сергеевич Сергеевич И, конечно, для меня высокая честь Пусть еще раз что я буду писать субтитры. А вообще, конечно...